Я приняла решение ездить на работу. Это семь с половиной километров от дома. Первый раз, когда приехала, лежала звездой дома от этих 15 километров в день и думала, что, наверное, я выбрала себе что-то такое не по силам. Нас еще в пути пугали дальнобойщики и говорили вот такими глазами, куда вы вообще? Там обрывы. Да, там обрывы. Вам просто там даже негде идти. Медведи доедают дальнобойщиков в канавах. Даже с Андреем появилось в пути такое ругательство. Мы когда начинали ругаться, я ему все время говорила, иди на Оренбург. Сразу, как вот прям пересекаешь Урал, там очень отзывчивые люди. Здравствуйте. Всем привет. Нас зовут Юлия и Андрей Доброчевы. Мы супружеская пара из города Рязани. Сегодня наша лекция о том, как мы проехали самое большое наше расстояние на велосипедах от Рязани до Байкала. Пять с половиной тысяч километров. И прежде чем рассказать об этом путешествии, я начну с самого главного вопроса, который забегу немножко вперед, который нам задают обычно. Как вообще можно решиться на такое расстояние? Поэтому расскажу сначала, расскажем сначала, как все началось. Это наша семья, сын и дочь. Здесь мы все вместе на велосипедах. Тогда еще мы даже не знали о том, что мы будем велопутешественниками. Однажды мы с нашей дочерью, тогда еще без велосипедов, пошли на реку Ака, которая находится в пяти километрах от нашего дома. И очень была сильная жара, мы очень сильно устали. И мимо нас проехала семья на велосипедах. Папа, мама, у них сзади в велокресле сидел ребенок. И мы так посмотрели, переглянулись. Я говорю, неужели так можно? А мы идем пешком. А мы там сгораем от жары. И на следующий год, так как уже был там где-то, наверное, август, конец августа, на следующий год мы уже точно так же с дочерью ехали на велосипедах. Она у нас сидела в велокресле до Аки. Так, мы съездили до Аки один раз, второй раз третий. Это уже стало скучно. Горизонтов много и хочется ездить еще куда-то. Я приняла решение ездить на работу. Это семь с половиной километров от дома. Первый раз, когда приехала, лежала звездой дома от этих 15 километров в день. И думала, что, наверное, я выбрала себе что-то такое не по силам. Да, ножки потряхиваются. Ножки потряхиваются, ручки потряхиваются. Но, тем не менее, как-то вот почему-то что-то вот, ну, все-таки щелкнуло. Что нет, нужно ездить. Нужно ездить. Он тоже потом, Андрей присоединился, он тоже стал ездить на работу на велосипеде. И так мы начали ездить. Однажды мимо нас, мимо Рязани, проезжал один путешественник, который ехал из Владивостока в Беларусь. Остановился в Рязани у кого-то переночевать. Соответственно, мы из групп рязанских в соцсетях узнали, что есть такой путешественник. И ничего себе, как он много едет. Неужели так можно ездить? Так можно было. Опять что-то щелкнуло. Мы посмотрели друг на друга, куда бы нам тоже съездить. А поехали-ка в Крым. И уже на следующий год, это 2019 год, наше самое первое путешествие, когда мы отправились в Крым вдвоем. Ну, в общем-то, тогда мы еще не знали ни велосообществ, ни людей, которые с этим связаны, но уже начали узнавать именно с Крыма. И тогда нам сказали, ребят, вы что-то для первого раза выбрали очень какой-то сложный маршрут, вообще нереальный. А для нас это было, ой, ну что там, 30 километров в день мы не проедем, что ли? Да проедем вообще легко. Ну, примерно там от Фороса до Ялты, да? Ну, что там небольшое расстояние? Да, всего лишь 30 километров. Ну, мы, конечно же, тогда не просчитали, что это серпантины, горы, и это не по Рязанской области ездить. Вот. Но получили, тем не менее, очень хороший опыт. В общем-то, нисколечко не разочаровались. Здесь у нас можно даже вот наблюдать, у нас здесь еще очень мы непродвинутые были в этом. У нас промокаемые сумки, нам очень повезло, что у нас там не застал ни разу дождь. У нас еще, ну, так скажем, вот, например, у Андрея впереди, вот вы видите, это не сумки, это обычные мусорные пакеты, в которых лежат наши спальники. То есть вот настолько мы были вообще непродвинутые пользователи в велопутешествии. Нам просто повезло, повезло просто с погодой, если бы мы попали под какой-нибудь сильный дождь или там долгодневный дождь, Ну, да, да, то, конечно, наверное, это бы испортило наше путешествие, но мы вернулись, тем не менее, на таком, на позитиве. Следующий год, 20-й, у нас, кстати, сын очень расстроился, что мы его не взяли с собой в Крым. И чтобы он не расстраивался в следующий раз, мы отправляемся в следующем году, 2020 год, ковидный год, мы отправляемся в путешествие по Золотому кольцу России, это 8 городов, которые включены в Золотое кольцо, и сын, тогда ему 14, 15 лет, да, 15 лет он отправляется с нами. Это вот мы стартуем с соборной площади города Рязани и приезжаем наши уже, ну, такие первые серьезные 800 километров по Золотому кольцу России. Да, здесь мы уже более-менее укомплектованные, у нас уже сумки непромокаемые, то есть, ну, и мы уже такие более-менее опытные становимся. Мы так считаем, да, что опытные. Вот, ну, и, значит, сын едет с нами, он тоже очень хотел преодолеть такое вот расстояние, у него прекрасно получилось. На следующий год мы планируем следующее наше путешествие, Черноморское побережье, от Адлера до Анапы мы стартуем, тоже втроем. И здесь уже это прям такая была, ну, во-первых, мы уже и сами по комплектации подготовленные такие, уже заряженные, да, и, во-вторых, это была такая достаточно, так скажем, ну, жесткая закалка, потому что здесь уже нам не повезло с погодой. Мы приезжаем там в начале июня, в Сочи выпадает, в Красной Поляне выпадает снег, льют вообще просто дикие дожди. Вот здесь вот можно видеть вот такие вот потоки сходят с гор, невозможно нигде искупаться, отовсюду льются вот такие вот ужасные. Я, кстати, в этом году мне довелось побывать в Сочи и проехать вот это вот место на поезде, там мост, вот сейчас оно сухое, там сейчас вообще нет ни капельки. А вот тогда это было, вот выглядело вот так. Ну и, соответственно, Утрежский заповедник нам попадается на пути, тоже то еще удовольствие там ехать. Очень большие подъемы, очень такие невероятные дороги. В общем, мы там получаем достаточно хорошую закалку. Наше путешествие заканчивается тем, что мы попадаем в сильнейший шторм, о котором вещают все центральные каналы России. Нам звонят родственники, они смыло ли вас там, вообще живы ли вы, и действительно там смыло всю Анапу. Там вообще просто реальный апокалипсис происходит. Но нам повезло тем, что мы стояли на песчаной косе, и вот этот вот дождь, он как губка, то есть коса пропускала песчаная. Ну вот это вот все наводнение, и нам, в общем-то, повезло. И не было никаких деревьев там, изданий, что что-то могло оторваться и прилететь на нас. Но я все равно периодически боялась, что какая-то беседка с соседнего пляжа прилетит к нам на нашу палатку. Ну палатку просто вообще рвало, было вообще страшно. Да, это прям такой был очень... И это был самый последний день, по сути, последняя наша ночевка на берегу моря. Ну в общем, вот эти вот первые наши путешествия, когда мы получаем такую, ну, хорошенькую... Да, видели смерч. Да, смерч, я сейчас извиняюсь, я чуть-чуть буду подглядывать в свой план, чтобы не забыть, что рассказать. Да, это был у нас, значит, 21 год. 22 год мы едем в небольшое наше путешествие. Кудыкина гора, Рязань-Кудыкина гора, это Липецкая область. 440 километров маршрут составлял расстояние. Ну да, то есть, и вот там вот как раз-таки мы понимаем, что у нас, в общем-то, постоянно от наших путешествий какая-то неудовлетворенность. Вот вроде бы мы проехали до этой Кудыкиной горы, но вроде бы, ну все, уже маршрут завершен, все пройдено, все, что хотели, прошли. Но хотелось бы ехать дальше, а уже нужно садиться в поезд и возвращаться обратно. И вот здесь вот как раз у нас возникла такая вот наша мечта, что мы хотим проехать огромное расстояние. Но огромное расстояние у нас в России сразу первое, что приходит на ум, это Владивосток. Поэтому мы решаем ехать, вернее, не решаем ехать, мы мечтаем поехать Рязань в Владивосток. И то тогда мы еще почему-то думали, что не из Рязани, а из Москвы, ну потому что это звучит как-то более ярко, чем из Рязани. И вот такое запланировали себе на какое-то очень далекое будущее, что мы когда-нибудь это путешествие сделаем. Да, еще когда мы уже были на вокзале, да, когда вот на Кудыкину гору ездили, в Воронеже, ну с Воронежа возвращались домой, и на вокзале в Воронеже я ей говорю, вот что ты, говорю, как ты? Она говорит, я бы ехала, да и ехала. Я говорю, да, я бы тоже вот ехал и ехал, но нужно на работу, нужно опять во все эти дела. Да, опять же работа. И мы только как бы раскатались, вот только пошел самый такой, да, вот. Ковчики уже не болят, а уже домой надо возвращаться, вот как бы вот так вот. Вот, и да, и следующий год, получается, это вот, нет, Кудыкина гора, это 22-й, 23-й год у нас вообще не выездной, мы практически не ездили на велосипедах, потому что Андрею сделали операцию на глаза, и, соответственно, ну нельзя было физических нагрузок никаких. И за счет того, что мы весь 23-й год просидели никуда не ездя, у нас уже просто шило в одном месте, мы уже все ерзали, и нам уже очень-очень сильно хотелось поехать куда-нибудь. И что же все-таки стало таким вот, ну вот прям очень ярким, вот прям вот что давай, вот прям таким пинком, что мы прям поехали. Я зимой заболела очень сильно бронхитом. И я болела им так, что у меня там вплоть до каких-то приступов удушья, в общем, я думала, что все, я умираю, а мечты мои так и не исполняются. И в этом очередном своем приступе удушья я Андрею говорю, поехали во Владивосток. Он говорит, Юля, откашляйся сначала. И действительно приходит полнейшее осознание, что вот я сейчас выздоровлю и нужно ехать. Для этого мы увольняемся с наших работ, пишем заявление на увольнение, предупреждаем всех, что мы отправляемся во Владивосток. И, в общем-то, вот наш первый день выезда, 1 мая, вот занятым наш старт. Вот наши вещи. Из нашего района все наши вещи, как я все время говорила, как цыганский табор. Мы ездим, там нам еще медведя в Сибири надо было посадить на багажник. Вот. И мы стартуем 1 мая во Владивосток. Почему мы все-таки не доехали до Владивостока, это я уже, ну, наверное, в процессе лекции мы к этому придем. И, значит, мы выезжаем. На нашем пути появляются первые наши трудности. Мы очень ждали весны, но весной пошел снег. То есть все майские праздники у нас сыпал снег, это было что-то просто вообще невероятное. И тогда появилось понимание, начнем с того, что мы планировали ехать полностью автономно. То есть у нас горелка, мы с собой закупали продуктов, мы не планировали останавливаться в каких-либо там гостиницах, питаться в столовых, потому что понятно, что это увеличение нашего бюджета в разы. Но когда пошел снег, мы поняли, что больше одного дня под снегом нам не хочется находиться, и что иногда хочется погреться в гостинице, что, соответственно, стало и на наш бюджет тоже каким-то образом отражаться. Да и вообще в течение всего пути стало понятно, что магазинов-то, оказывается, у нас по трассе нет. Да и вообще вот... Встречаются они очень редко. Хочу добавить, вот когда такой снег выпал, по трассе было ехать вообще опасно, скользко, и поэтому нам нужно было куда-то вообще укрыться. Да, и то есть мы вот здесь вот на этих днях, конечно, теряли свои дни, нам все велосообщества писали, вот что так медленно вообще едете. Да потому что мы не едем, потому что мы сидим, в такую погоду ехать было страшно. Вот, поэтому полмая практически мы вот так вот небольшими переездами там более-менее, когда там переставал идти снег, мы как-то передвигались, передвигались. У нас на пути случались и вот такие вот истории. Это сова, которая попалась нам на трассе, она была тогда живая, мы ее очень хотели спасти, развернули целую спасательную операцию. Человек в 300 километрах приехал, за ней отвез ее в Рязань, нашли там какого-то врача, который именно по вот этим птицам. Да, в общем, это была целая там спасательная операция, из-за которой мы тоже два дня провели в Рязанской области, ждали, пока приедет человек. Но, к сожалению, птицу спасти не удалось. У нее были тяжелые травмы. Да, но там продолжение у этой истории было, потому что благодаря этой птице спасли другую. То есть там такая история случилась, очень интересная. Вот, ну и вот, собственно, наша автономность. Да, мы пока что еще всегда ночуем только в палатках, готовим у себя на примусе. Вот, но уже из-за погоды понимаем, что не всегда комфортно, так скажем, останавливаться, где-то что-то там приготовить. И что иногда хочется заехать в столовую, а столовых на трассе очень много, где питаются дальнобойщики. Ну и мы все чаще и чаще, чтобы скушать там эту тарелку супчика, стали заезжать в столовую. Да, я, кстати, не упомянула, какую трассу мы выбрали. Мы же сначала планировали ехать в Москва, в Владивосток, да. Но в самый последний момент, буквально за две недели до отъезда, мы все-таки решаем, что нужно ехать из Рязани, потому что мы тут живем, это наш родной город. Вот, и мы выбираем другую трассу, не М4, да, по-моему, М4, там, которая идет с Москвы, а М5. Это была, конечно, наша ужаснейшая ошибка, потому что мы даже подумать не могли в страшном сне, что федеральная трасса страны может быть в таком плачевном состоянии. И, в общем-то, вот первое наше разочарование на этой трассе, это участок Тольятти. Тольятти-Уфа. Тольятти-Уфа, то есть до Тольятти по центральной России, в общем-то, еще было ехать сносно. Но после Тольятти, Тольятти-Уфа, то есть это до Уральских гор, это много сотен километров. Это вот такая вот дорога, вот здесь вот близко видно, что обочины вообще нету, и, то есть, вот тут вот еще мелкие камушки, а так вообще это вот такие вот глыбы, по которым, ну, ехать было невозможно. А так как трафик очень высокий, и фуры летают, ну, друг против дружку, выезжать на дорогу было невозможно. И тоже мы вот на этой обочине потеряли очень много дней наших запланированных, а запланировали мы 4 месяца пути. И в некоторые дни, даже бывали такие дни, когда мы просто шли пешком, даже не ехали вообще на велосипеде, по 30 километров в день мы просто передвигались пешком с велосипедами. Да, и каждый потерянный день – это потеря нашего бюджета, путешественничка. Да, да, то есть мы все больше и больше понимали, что мы не укладываемся в наш бюджет, что изначально мы планировали. Потому что проезжаем мало, а тратим столько же. Да. Вот, собственно, велосипед у меня с нашим регионом, 62-й регион. А пока мы ехали по Центральной России и нас узнавали, когда мы доехали до Башкирии, это Оренбургская область, да, Оренбургская область? Да, да. Башкирия, дальше уже до Уфа. Ну, когда еще мы в Оренбургской области были, уже мы начали понимать, что люди не знают, не понимают, что такое 62-й регион. И когда мы говорим, что мы из Рязани, они спрашивают, а это где? Для нас это было удивительно, что, в общем-то, почему, причем, когда мы уже были в Восточной Сибири, в Восточной Сибири знают, где Рязань, а почему в Оренбургской области не знают, где Рязань? Я не знаю, может быть, там что-то, особенности образования Оренбургской области. У них, кстати, там своя Рязань была. А, да, кстати, у них, да, своя малая и большая Рязань. Может быть, поэтому они думали, что мы просто из деревни. Вот. Это, значит, да, такой сложнейший участок. Да, еще одна из причин, почему мы стали, ну, кушать в столовых, потому что мы экономили время. То есть, ну, тут же нужно приготовить, нужно это все купить. Магазинов все становилось меньше, нужно отъехать куда-то в сторону, если что-то закупать, там, километров 20 даже. Это опять расстояние туда-обратно, это уже 40. То есть, во времени теряем и плюс готовим, время тоже много теряем. Ну, а нам нужно выполнять норму. Которую мы сами себе придумали. В общем-то, никто нас в эти нормы не вводил, мы сами себе их придумали. Да, ну и вот на этой трассе у нас очень просто невероятное количество было проколов. Постоянно мы вот на этом тоже останавливались. И таким образом мы вот добираемся как раз до Башкортостана, Уфа. Здесь начинаются первые, конечно, красоты, невероятные холмы. Да, конечно, они, ну, физически их тяжелее преодолевать там, да, каким-то образом. Но все равно они за счет своей вот этой визуализации, за счет того, что ты видишь эту прекрасную картинку, все равно давали каких-то сил. Да, компенсировали эту усталость. Потому что уже мы поняли, что мы от дома далеко, что уже совсем другая вообще, совсем другой рельеф местности. Вот, таким образом мы добираемся до Уфы и до Уральских гор. И вот здесь вот мы как те, ну, только не три, а два Илья Муромца стоим на распутье дорог, потому что перед нами Урал, трасса М5 Уфа-Челябинск, которой нас начинают пугать вообще все велосообщества страны, которые за нами следят. Вот, ребят, одни нас отправляют, ребят, не нужно ехать здесь через Урал, отправляют нас через Оренбург, чтобы мы ушли ближе, ну, к Казахстану по границе. Вторые нас отправляют через Екатеринбург. Ну и, в общем-то, мы здесь были действительно на распутье, очень долго думали. Все называют вот этот участок Уфа-Челябинск, дорога смерти. Плюс нас еще в пути пугали дальнобойщики и говорили вот такими глазами, куда вы вообще? Там обрывы. Туда, там обрывы. Вам просто там даже негде идти, вас раздали. Пугают там дальнобойщиков в канавах, в общем, все было очень страшно, да. Ну и действительно, да, было страшно. Но дело в том, что когда мы прикинули по карте, что если ехать через Оренбург, то там, если я сейчас не ошибаюсь, на 800 километров было больше. Все-таки 800 километров это не 80, и даже там не 180, да, это 800. Это много. Но при этом на равнении может быть еще и встречный ветер. Да, и там степи, и в общем-то в степях ветер, он тоже может очень сильно тормозить наш маршрут. Через Екатеринбург почему-то мы вообще дальше не рассматривали вот этот вот вариант. И у нас даже с Андреем появилось в пути такое ругательство. Мы когда начинали ругаться, я ему все время говорила «Единый Оренбург», а у меня там «Единый Екатеринбург». Вот. И в общем, мы все-таки, ну, как кто-то умный в гору не пойдет, мы все-таки пошли в гору. И все-таки решили преодолеть этот участок у Хачелябинск по М5. Ну, что я могу сказать? Вот это самое известное место, которым нас все пугали, это Сим, поселок Сим. И вот в него там очень затяжной подъем, что там очень сложно ехать. Да, конечно, Урал – это сложно, но невероятно красиво, просто невероятно. Но по сложности я могу сказать, что это не сложнее там крымских вот этих перевалов, либо перевалов Черноморского побережья. Совсем не сложнее. Есть некоторые перевалы на Черноморском побережье, которые давались гораздо сложнее, чем на Урале. Вот. Поэтому, что касается вот гор, в общем-то, ну, я не могу сказать, что там прям был какой-то самый сложный участок. Вот что касается трафика, конечно, да. Трафик очень высокий вообще на М5, а на Урале он еще выше. Но дело в том, что, опять же, этот трафик сыграл нам даже какую-то положительную роль, потому что фуры едут там очень медленно. Они выстраиваются в очень-очень такие длинные паровозики, и, в общем-то, они нам никак не мешают. И, наоборот, хорошо, когда они там мимо тебя вот так вот не пролетают на каких-то там больших скоростях. Это, во-первых. И, во-вторых, были добрые люди из велосообщества тоже, которые, ну, достаточно хорошо знали Урал. И посоветовали нам обойти трассу М5 по каким-то второстепенным дорогам. Мы обходили там сколько-то километров 80, проехали через Аша. Да, вот до Сима. Вот до Сима, это как раз вот это вот место просто невероятное. Именно там мы увидели настоящий Урал, невероятные горы, невероятные красоты. Вот, поэтому я бы всем рекомендовала побывать на Урале, пусть не на трассе М5, пусть на каких-то второстепенных дорогах. Но там действительно просто невероятное великолепие. Но вот минусы Урала, да? Да, вот. 7 километров спуск. Для меня спуски – это какой-то отдельный вообще вот вид экстрима, потому что я их боюсь больше, чем подъемы. Подъемы там где-то можно спешиться, где не вывозишь, на своих ногах можно пройти просто пешочком. Вот, а спуски – это просто, особенно вот с таким вот трафиком, когда летают пыльным, да, это очень сложно. Здесь вот еще не видно, на самом деле, кажется, что сухо. На самом деле прошел дождь, и вот эта вот обочина, она после сильного дождя ночного, она очень мокрая на самом деле. Вот, и особенно там вот в тени, когда вот на спусках, она мокрая, на ней заносит, и, ну, это достаточно сложно. Ну и да, больше… Ну, тем не менее, при всех этих сложностях я хочу сказать, что мы ничуть не пожалели, что мы все-таки вышли именно вот на этот участок Уфа-Челябинск. Мы все время с Андреем спорили, призывать ли туда людей ехать. Ну, наверное, нельзя призывать людей ехать по таким трассам, но тем не менее, я хочу развеять миф о том, что это прям самая сложная какая-то дорога у нас в стране. Нет, не самая сложная, не по горам, не по движению, так скажем. На самом деле сложнее был маршрут именно Самара-Уфа, то есть вот этот участок был вообще… Здесь мы, по сути, ехали по обочине. Весь Урал мы проехали, по сути, по обочине. То есть она грейдером пройдена была и довольно-таки нормально по ней перемещались. На асфальт выезжали, но редко. Итак, мы подбираемся к Челябинску. Челябинск – великолепный город. Ну, то есть получается, что мы уже пересекли Урал и заметили одну очень интересную особенность, что там сразу, как вот прям пересекаешь Урал, там очень отзывчивые люди. Людей очень много останавливаются, спрашивают, куда мы едем, зачем мы едем. Просто дают еды, я не знаю, фруктов. То есть там очень гостеприимные люди. Люди в Челябинске нас сразу прям, во-первых, пригласила одна велопутешественница к себе. Мы останавливались у нее. Нам просто останавливался человек там, найти вам кофе, найти вам там бутерброды. Ну, в общем, вот там какой-то вообще вот при, я говорю, при суровости кажется, что люди суровые в Сибири. Они, да, действительно внешне кажутся очень суровыми, но при этом, при всем они очень гостеприимные. Еще мы на Урале видели лосей. А, да. Да, лося и лосят. Ну, и еще нас там покусали клещи. Это было подавление такое духом. Сыграли в такую русскую рулетку. Немножко нас... Да, про это нельзя не сказать, потому что все спрашивают, а вы не боитесь медведей, а вы не боитесь ли клещей, а не боитесь ли... Мы всего боимся, и медведей, и клещей. Всех боимся. Клещи в один и тот же вечер нас укусили. Мы не были ни привиты от них, у нас не было... Ну, единственное, что у нас было, это антибиотик. Мы там загуглили, чем может кончиться укус клеща, да, на Урале. Там на каждого, там что-то... Десятого клеща? Десятого... На каждую сотню, по-моему, 10 клещей. Ну, в общем, 10%. Каждый десятый клещ энцефалит. Да, вот, каждый десятый клещ. Это, конечно, было очень сильным подавлением духа. И еще инкубационный период 30 дней, да, от момента укуса. То есть в течение 30 дней, если с тобой ничего не произошло, то значит, все нормально. И вот эти 30 дней мы постоянно крутили вот эти мысли. А что самое интересное, первое, что читаешь при энцефалите, мышечная слабость, усталость. Ну и мы... А у нас это каждый день. Каждое утро, а навсегда мышечная слабость, усталость. Все, у нас энцефалит. Да, подорвало, конечно, это наш дух. Но потом как-то укусы начали заживать, и мы как-то, ну, все равно старались. Время проходило, это забывалось. А потом прошло 30 дней, так, во, вообще. Но мы стали уже избегать вот этих мест, лесов. Мы стали держаться ближе к стоянкам дальнобойщиков. Да, все ближе и ближе. То есть, если сначала мы вообще останавливались только в лесах... Да, забуривались куда-нибудь. Если у нас не было видно ни людям, ни зверям, не знаю, было, наверное, видно, вот. То после этого случая мы все ближе и ближе стали. То есть, вот есть стоянка дальнобойщиков, вот стоят фуры, вот их столовая, вот душевые, а вот мы стоим, прям вот посреди всего этого. Вот, так было, ну, менее страшно, но и тем более там уже дальше начинались такие места диковатые, со зверями. И поэтому тут нужно, как говорят, что, да, в велосообществах люди делятся на две части. Те, которые боятся людей, и те, которые боятся зверей. Вот мы боялись зверей и стали ближе к людям. Ну, во-первых, чем это все, ну, было удобно для нас? Во-первых, на стоянках дальнобойщиков есть душ. Сто рублей заплатил, сходил в душ. Там есть столовая, ты можешь там покушать, то есть готовить не надо. Ну, и в принципе, как бы, там всегда есть какие-то полянки, да, вот такие выкошенные уже. И спокойненько вставали там, да. Да, мы даже не спрашивали, можно ли быть. Да, да. Вот, да, значит, покидаем мы Челябинск. И начинается самое интересное. Вот я бы сказала, что вот если выбирать между таким страшным названием Дорога Смерти, вот это Уфа-Челябинск, да, и той дорогой, которая идет дальше, это Западно-Сибирская равнина, то вот для меня абсолютно, как я, как мне кажется, вот эта местность вообще не подготовлена для проживания людей. Я не знаю, как там живут люди. Во-первых, я для себя, вообще мы для себя открыли очень удивительный момент, что по равнине ехать гораздо тяжелее, чем по такой пересеченной местности, где вот у тебя вот холмы и какие-то горы. Потому что по равнине, а равнина идет там тысячу с чем-то километров, все время приходится крутить педали. Там не получается так, что ты тут забрался, тут спустился, и на лайте немножечко как-то отдохнул, да. Здесь все время, от начала и до конца ты крутишь педали. Как на велотренажере. Хотя я всегда считала, ой, как бы здорово было проехать без вот этих вот всяких там горок. Сидишь себе, крутишь, нет. И а если вдруг тебе встречный ветер в лицо, то получается, что у тебя по ощущениям и по трудозатратам такое ощущение, что ты едешь в гору. Поэтому это еще как бы вопросик, где легче ездить. Да, еще там кругом одни болота. То есть палатку вообще разбить негде. Палатку разбить негде, я не знаю. Я знаю, что другие путешественники ездили там. Я знаю, что они там проходили этот маршрут без гостиниц. Но я честно не знаю, как они с этим справились. Честно не знаю. Да, мы, конечно, не всегда останавливались в гостиницах. Мы тоже останавливались в палатке, но опять же на стоянках дальнобойщиков. А как едут те люди, которые боятся людей и ближе к зверям становятся, я не знаю. Во-первых, первое, что я заметила, это комары. Комары, это не как в нашей местности. Это трудно не заметить. Они там есть всегда. И вот здесь вот я сейчас покажу, по-моему, у меня есть. Вот, 42 градуса жара. Человечек грустный. Несмотря на то, что болото 30% влажности, вот в эти 42 градуса ты стоишь на асфальте, вот в шортах, и у тебя все ноги на солнце облеплены комарами. Вот для меня это просто, потому что, ну, в моем понимании комары это в лесу, либо вечером, да, когда вот затемненные какие-то теневые места. Там эти правила отсутствуют. Там просто вообще... Они следуют тебя на велосипеде, ездишь, они за тобой рой, мошки, там, вот этого вот всего. Они залазят в нос, в уши, в глаза. И таким образом, то есть вот мы едем в Челябинск-Курган. В Кургане у нас еще же было там до нас затопления очень большие, там поднялась вода, вот эти вот все болота, их затопило. Там тоже такая не очень хорошая ситуация была. Очень мало у них было воды, у них скупали всю питьевую воду, и у нас даже вот, ну, периодически мы даже не могли вот пятилитровую баклажку купить, чтобы вот там, ну, в общем, там, да, какая-то такая была очень интересная история. Жара вообще изнуряла сильно, мы просто уже вообще обнаглели. Стоит беседка на стоянке дальнобойщиков, мы туда завуриваемся, прямо в ней палатку ставим, никого не спрашиваем, все, лишь бы от солнца укрыться. И мы стали выезжать рано, утром, из-за жары, из-за сильной, мы стали вставать в три часа, то есть, чтобы, грубо говоря, в три часа ночи, да. Чтобы нам проехать, и, кстати, классно проезжали этот промежуток, машин мало, начинает расцветать, и прохладненько, комаров нету, туманчик такой, красиво. Да, вот, и тогда вот как раз мы приняли решение, что нам нужно, чтобы, ну, потому что в жару ехать было невозможно, как раз вот вставать очень-очень рано. И так мы ехали Курган, потом Омск, в Омске нас тоже встретила местная... Журналист. Журналист, да, показала нам Омск. Единственные возвышенности в этом городе – это мосты. То есть, там настолько равнина, что реально нет ни одной канавки. Для меня это просто было удивительно. Вот, и дальше мы держим путь на Новосибирск. И после... Да, вот, кстати, фотография, вот Новосибирск, мы въезжаем. Здесь я получила как раз тепловой удар, я на самом деле тут, ну, не видно, счастливая, но на самом деле я там вот так вот стою, уже просто не могу, потому что была очень сильная жара. И вот он, первый наш лес. Я радуюсь этому лесу, наконец-таки, вот, потому что до этого, ну, тысячу с чем-то километров были болота, и вот, наконец-то, первый сухой лес, причем, в котором нет комаров. Да, еще добавлю к физическому состоянию. То есть, мы это ощутили в Уфе уже. То есть, когда мы оставили велосипеды, пошли смотреть город, то есть, ну, представьте, весь день ты сидишь на велосипеде и крутишь, ты держишь равновесие, а тут ты, ну, как бы, идешь, да, и штормит, как пьяного, да. То есть, ты не можешь, ты как космонавт прилетел из космоса, то есть, и ты так же, ориентация теряется. Я думал, что такое, блин. Да, ну, нас было это у обоих, так что, ну, да, было такое дело. Так, ну, и, да, кстати, я не проговорила о том, что, в общем-то, все крупные города, которые мы проезжали, мы их посещали. Мы на них уделяли два, иногда даже три дня делали там дневки, смотрели города, потому что изначально мы решили, что, ну, если мы едем уже через всю страну, то, ну, конечно же, нам нужно посмотреть самые крупные города, чтобы хотя бы потом людям, когда рассказываешь, ну, рассказывать, что да, вот я был в этом городе, там то-то-то. Да, и у нас выработалась такая тактика, то есть, мы решили снимать гостиницу где-то на трассе, то есть оставлять там велосипеды, ехать, чтобы не въезжать в город. Да, чтобы не езжать на велосипедах в город, ехать, смотреть город, возвращаться и опять продолжать путь. Да, и таким образом мы въезжаем в Кемеровскую область, а здесь вот начинается уже вот такая вот тайга. Вообще я хочу сказать, ну да, тайга у нас еще была и уральская тайга, в Урале тоже есть тайга, она и там страшная, и здесь, но здесь вот прям началась она такая вот непролазная. И здесь расстояния между населенными пунктами становились все больше и больше. Соответственно, расстояния между нашими любимыми стоянками дальнобойщика тоже все увеличивались и увеличивались. Вот, поэтому этот путь приходилось, ну, во-первых, здесь я даже знать не знала, я графию учила в процессе поездки, я знать не знала, что в Кемеровской области такие горы, как на Урале, в общем-то, и такие подъемы жуткие. Ну, здесь вот не знаю, фотография не особо передает, но на самом деле бывали там тоже по 7-12 километров подъема и такие же спуски. Вот, и мы едем вот в Кемерово по этой тайге, там нас уже пугают медведями. В общем-то, слава богу, не довелось нам встретить этих зверей, но мы видели их следы. Вот, однажды на трассе видели следы зверя. Ну, и почти в каждом городе нас кто-то к себе звал в гости. Это в Челябинске, в Новосибирске. В Уфе нам подарили такую коробку пайков. Да, конскую тушенку. Очень вкусные, да, они разогреваются в пакет, засовываются там с водой. С водой. Очень удобно. Интересная очень штука, да, то есть металлический пакет тушенки засовываешь в обычный пакет какой-то. Там какая-то штука, я в химии не сильно, но если туда налить воду, то она начинает кипеть. И вот таким образом эта тушенка там вот просто без всего подогревается. Очень интересно, жалко, да, я не вспомнила, вот нет у меня фотографий. В Кемерово мы остановились у велотабуна, нас пригласили, то есть там нам ребята в Кемерово починили велосипеды. Да, прошли полное обслуживание, все нам заменили, тормозные колодки, и мы поехали таким образом дальше. Дальше, дальше наш путь держал уже, а, ну вот почему-то у меня сразу тут Иркутск, почему нет Красноярска. Дальше наш путь держал Красноярск. Великолепный город, очень нам понравился. И что самое интересное, Красноярск разделен Енисеем. Кстати, в каждой реке крупной России мы искупались, у нас было прям такое, что надо, хотя бы ножки, но нужно помочить. В Енисеи сразу скажу, купаться невозможно, это просто леденющая вода, просто невероятная, но ножки мы там помочили. Вот, и доехав до Красноярска, Красноярск разделен, вот как раз я не договорила, Енисеем на две части у нас Западная Сибирь и Восточная Сибирь. Да, после Енисея начинается Восточная Сибирь. Иркутская область, да, и Восточная Сибирь. И вот здесь произошло какое-то вообще просто волшебство. Вот казалось бы, ну сколько там Енисеи, да, вот, ну, я не знаю, по ширине в городе. Вот как только мы пересекли и попали в Восточную Сибирь, закончились комары и мошки. Вот это вот просто что-то поразительное. Я это связываю с тем, что, возможно, в Восточной Сибири уже нет такого количества болот. Вот, ну и, соответственно... Ну, комары и мошки-то никуда не делись, просто их стало намного меньше. Намного меньше, но они больше в лесах, на трассе их уже не было, поэтому по Восточной Сибири было ехать одно удовольствие. Во-первых, там почему-то и дорога как-то лучше была, и, ну, вообще, вообще было. Ну, горы там тоже были. Да. Спуски, подъемы. Ну, и, в общем-то, очень важный момент. Едем-то мы до Владивостока, времени-то у нас не хватает. И в Красноярске мы, в принципе, уже понимаем, что бюджет наш подходит к концу. И нам хватает доехать только до Иркутска. Мы уже залезли в бюджет, который у нас был на обратную дорогу. Да, то есть все, тратится уже все. На билеты там. Да. Кстати, важный момент. Нам помогали люди. То есть я писала в процессе нашего поезда в дневники, и люди донатили очень там, ну, пролетало там, кто 300 рублей прислал, кто 100, кто 500, да. И вот за счет вот этого вот, вот этой помощи мы, в принципе, вообще продолжали и продолжали до последнего наш путь, надеясь на какое-то чудо, что мы все-таки поедем дальше до Владивостока. Мало этого, в Красноярске мы уже начали, в общем-то, пытаться найти себе спонсоров. У нас это не очень хорошо получалось. Не умеем мы так просить. Ну, тем не менее, мы пытались там как-то связываться, да, с какими-то организациями. Ну, и, в общем-то, в итоге ничего не вышло. И тут у нас мы встали на распутье. То есть мы приехали в Иркутск, и мы понимаем то, что это, ну, чуть больше середины пути, 5000 там с чем-то километров, 5200, до Владивостока еще 4000. Прикидываем, что это где-то мы приедем по тому, как мы едем, только в октябре. Вот, и, в общем-то, понимаем, у нас, знаете, такое было, ну, такое чувство, конечно, неудовлетворенности, ну, как так, мы закончим на Иркутске. Что такое Иркутск? Ну, как-то ни туда, ни сюда. Ну, хотя это середина земли, говорят, Иркутск, середина земли. Вот, ну, и, в общем-то, когда мы поняли, что все, Владивосток нам пока что в этом году не светит, мы решаем разделить это на два этапа, чтобы вот второй этап, вот этот вот Иркутск, Владивосток, уже пройти там в следующем году. Вот, но дабы удовлетворить свое путешественническое вот это вот чувство, мы решаем ехать на Байкал, и именно решаем посетить Ольхон, остров Ольхон на Байкале. Да, у нас еще очень износилось все оборудование. Да, по поводу оборудования, это отдельная история. Дело в том, что наша палатка, которая ехала с нами, она с нами ездила вот с 19-го года, как только мы поехали в Крыль. И все-все наши вот эти вот шторма, про которые мы говорили, непогоды, ураганы, она нам верой и правдой служила. И в этом путешествии тоже служила, но так как мы частенько попадали в дожди, и не всегда была возможность ее просушить, соответственно, она у нас складывалась в этот чехол, запихивалась, прела там, то она у нас совершенно, я бы сказала, разгерметизировалась, то есть вот эти вот гермы швы у нее уже просто поотлетали. Мы ее практически вообще не сушили. Допустим, идет дождь, мы ее просто прям мокрую и все. Да, ну потому что в принципе не сушится. Идет, приедет, там, жара еще потом днем. Да. Вот. Ну и вот, значит, отдохнув в Иркутске, много дней, мы, наверное, неделю провели в Иркутске, гуляли по Иркутску. Да, еще мы там расслабились, потому что у меня живет там мама. И естественно, дома у мамы тебя кормят, ты там только отдыхаешь, спишь, и в общем мы расслабились. Да, да, было такое дело. Да, и уже как-то смотришь до Владивостока. Ой, так далеко. Что-то, что-то, что-то. Тут нас и тут неплохо кормят. Вот. Ну и тем не менее, после недельного отдыха мы отправляемся на Альхон. И вот это вот как раз-таки то самое невероятное и сказочное, что вот вообще я когда-либо испытывала в путешествиях. Дорога на Альхон – это сплошной шаманизм и буддизм. Там у них процветает так, как и у бурят, у них как-то вот культура религиозная делится вот кто в шаманизме, кто в буддизме. Вот в буддийский храм мы заходили, все там в этих вот столбах, которые там, подношение духом. Там царит какая-то такая вот особенная прям атмосфера. И я как человек-эмпат очень ее прям вот ощущала на себе. Это просто что-то невероятное. Я вообще всем рекомендую Байкал. Мне кажется, вот Байкал – это то место, прям вот какое-то сердце нашей страны, которое вообще каждый должен посетить. Вот такие там красоты. Там очень много, ну, во-первых, там степи начинаются. Очень много вот стада коней, коров ходят. Как в песне «Бородяга судьбу проклинает по диким степям за Байкале». Да, по диким степям за Байкале мы ехали. И тут, конечно же, мы словили совершенно другой дух, потому что это не трасса с фурами. Ну, все равно, так скажем, она, хоть рельефы, конечно, и меняются, но все равно трасса – это нечто такое однообразное, я бы так сказала. А здесь это уже нечто другое. Это, во-первых, тростепенная дорога, это уже не трасса. Хотя я хочу сказать, что трафик достаточно высокий, потому что машины все равно он угоняет туда на Ольхон очень много. Вот, такая вот с нами история приключается тоже по пути. Мы только собрали лагерь, только выехали, мы стояли около какого-то озера, и коровы шли на водопой, а одна корова стояла на холме и вот мычала, мычала. Я говорю, что корова мычит? Что она все не идет со всеми? И вот поднимаемся, вот этот вот теленок. Вот это вот мама? Да. Теленок был прилип, это вот сейчас уже голову ему отлепили, а так он был полностью прилипший к этому гудрону. Мы начали тут спасательную операцию, продлилась она у нас около пяти часов. В общем, мы там собрали, нашли хозяева, собрали деревню всю, да, там они, в общем, поливали его маслом, потому что гудрон никак по-другому не отрывается. Сливочным. Сами все были в гудроне, все в масле. Подсолнечным, подсолнечным, да. Да. И вот отсюда, как раз, когда я вылезла из этого гудрона, вот эту вот всю одежду, которая на мне есть, я выбросила. Вот. И кроссовки остались в Иркутске в ведре и штаны, ну то есть мы все были в гудроне. Но теленок был спасен, и потом уже, когда мы уже оказались, вернулись домой, нам написали хозяева теленка, что теленок жив-здоров. Они нас нашли и написали нам, к чему мы были рады очень. Да, ну и вот, собственно, сам тот самый памятник бродяги, который судьбу проклинает, стоит на самом вот краю, там вот за ним Байкал находится. Ну и тут начинается Байкал. Да, и здесь это вот место, которое вот на подъезде к парому. Вообще я хочу сказать, что у нас, как у велопутешественников, есть большое преимущество вообще вот у тех, кто хочет попасть на Ольхон. Дело в том, что там паром, на которой машины стоят где-то, ну, по, я не знаю, по суткам даже иногда стоят, чтобы вот переправиться через этот паром. А мы как, ну, велотуристы, нам проще. Мы с пешеходами, там, с китайцами, там, с японцами, с кем там еще потихонечку вот так вот, и можно очень быстро проникнуть. То есть нас очень многие пугали, ой, вы там на пароме простоите, там, чуть ли не сутки. Нет, ничего подобного. Для, вот, велотуристов, ну, либо для пеших, там, туристов, кто там, да, ну, паром проехать очень... Паром это самое, можно сказать, легкое, что будет дальше. Да. Вот. Ну, и вот тоже вот Байкал. Ну, и что самое интересное, и вот почему-то у меня нету, да. Ну, вот, это наша заключительная вот такая вот фотография, когда мы смотрим на Малое озеро, это мы со стороны Малого озера в Хужире. На Альхоне, во-первых, может быть, я не знаю, знаете вы эту историю или нет, в 2015-м, да, провели электричество? В 2000, да, где-то. В 2011-м, по-моему. Буквально недавно, в общем-то, он стал таким, ну, более-менее как-то... Туда провели свет. Отцерилизованным, так сказать. Да, там не было света. Вот, то есть люди жили где-то до 2015-го года там вот таким вот образом как-то. И там нету асфальта вообще. Это такая вот, ну, пыль, такая, какой-то песок с пылью, да, вот этот вот все вперемешку, вот, и ехать на... И это вот такие вот подъемы, спуски. Как стиральная машина, доска, вот, как стиральная доска. За счет ветра вот она вот, как-то вот дорога становится такой вот репленой, вот. То есть ты едешь вот так, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Конечно, вот сам вот Ольхон, это невероятные какие-то там энергии. И что нам больше всего повезло именно на Байкале, мы же ведь везде купались, в каждой реке-то заходили. Я думаю, думала, что на Байкале, ну, мы точно не искупаемся, потому что это очень холодная вода. И всегда говорили, что нет, Байкал, ну, там купаются только самые такие, моржи, можно сказать. А я-то вообще в воду тяжело очень, захожу даже в теплую, на улице мне там мокро. Вот, но, тем не менее, Байкал и все местные жители говорили, как никогда был очень теплый в этом году. Я, конечно, не могу сказать, что он был теплый, но купаться там можно было. И мы купались, даже вот на улице было 20 градусов, не так уж и жарко, да, и мы купались в Байкале, Байкал нас прям очень порадовал, отблагодарил нас. Причем мы проснулись рано утром, зашли в воду, зашли в воду и начали купаться. И я говорю, вот как объяснить это, почему он такой? И он не то, чтобы теплый, да, и не то, чтобы холодный, он какой-то ласковый. Да, очень ласковый. И хоть и говорят, что Байкал суровый, но для нас вот мы прям ему дали вот такое определение, что Байкал ласковый. Кстати, мы с Андреем были на Байкале, ну, просто как пешие туристы, так скажем, зимой. Вот, тогда, конечно, он был очень суров, там такие ветра дуют вообще, вот этот лед, снег там, ну, да. Ну, да и летом он может быть суров, просто нам повезло с погодой. Да, с погодой повезло. Собственно, вот таким образом мы доехали в итоге 5,5 тысяч километров до Байкала и решили, что на следующий год нам нужно завершить наш маршрут, потому что мечта-то, она осталась неосуществимой. Владивосток-то он где-то там все-таки есть, где-то нам все-таки машет руками, ногами, и мы хотим проехать этот этап в Иркутск, в Владивосток. Ну, будем надеяться, что в следующем году, ну, и получится через год. Вот, но в любом случае, вот эта отметочка в голове, она, конечно же, стоит. Да, еще возвращение домой у нас было... Очень, да, тоже... Да, да, очень интересным. Да, дело в том, что когда мы уже приехали в Иркутск и поняли, что нету на поезда билетов, а на самолеты они просто невероятно дорогие, нам нужно было вообще как-то понять, как нам вообще вернуться домой. Но, а мы же все это время ехали по трассе, у нас уже много друзей-дальнобойщиков, и мы решили, а почему бы не поехать автостопом. Поэтому для нас это было тоже отдельное такое путешествие. Путешествие автостопом заняло 8 дней пути, то есть до Рязани мы ехали на фурах, оставив велосипеды в Иркутске у Андреевой мамы. До следующего этапа. До следующего этапа, да. Вот, мы, в общем-то, стартанули. Ну, я хочу сказать, что это отдельный такой вид экстрима, не могу сказать, что он мне прям так зашел и понравился. Не буду там призывать людей тоже таким образом путешествовать, потому что это такой, ну, какой-то особенный такой момент. Но, как вариант, когда тебе больше нет возможности никак вернуться домой, в общем-то, можно его использовать. Ну, и вообще трасса нам стала родной. Да, мы как бы, мы, если бы так не приехали туда, то бы, наверное, даже нам в голову не пришло, мы пришли бы вернуться с дальнобойщиками, да. А тут она стала нам настолько, мы там каждый угол знаем, да. Да, и вот, кстати, вот сегодня тоже поднимали, пока сидели, да, вот эту вот тему по поводу путешествий на машине. И я хочу сказать, что мы эту трассу, получается, вот прошли всего на велосипеде, и обратно эту же трассу, ну, с некоторыми там отклонениями там небольшими, мы проехали, незначительными, да. Мы проехали на машинах, да, причем на высоких машинах, на фурах, там все видно, хороший обзор. Ну, друзья, я вам могу сказать, что это совершенно не то, эта местность смотрится совершенно по-другому, и ни с одной машины самой высокой не рассмотреть так местность, как ты ее можешь увидеть с велосипеда, и вообще прочувствовать это все. Либо ты на велосипеде проезжаешь 80 километров за день, да, или ты на машине проезжаешь эти 80 километров за час. Еще с фуры, когда смотришь на трассу, это там вообще негде велосипедисту ехать. Там просто сложно, как мы тут вообще ехали, то есть, да тут вообще ужас какой. Если бы я до этого путешествия проехал бы на эту трассу на фуре, я бы на нее не поехал. Ну, все уже пройдено. Ну, в общем-то, вот так вот основные, да, основной маршрут мы вам рассказали. Если какие-то вопросы есть, с удовольствием ответим, что-то не учли. Не спрашивали у дальнобойщиков, зачем они сигналят, предупреждают или ругаются? Так, отвечаю на вопрос, зачем, да, зачем сигналят дальнобойщики. Дальнобойщики, так же, как и велосипедисты, тоже делятся на свои категории. Поэтому одни дальнобойщики сигналят, вот так вот вылазя руками Маша и крича, что я вас видел на прошлой неделе и позапрошлой неделе. Я уже до Владивостока съехал, ездил обратно, вернулся, да, и все, вас вижу, а куда вы едете, они приветствуют. Бывает, что 3-4, караван идет 3-4, фур, и они все начинают на... Да, у них же еще рации, они же еще там переговариваются. И, кстати, по рациям сообщают, тут едут два не очень, в общем, нормальных, поэтому лучше давайте мы их обойдем. И вот они вот все свои вот этим хороводом, вот этим караваном нас обходят. И, конечно же, есть те, которые, ну, раздражаются, показывают, вы вообще там, ну, вслед я не буду сидеть на камеру говорить слова, которые... Да, есть те, которые просто нас, видя, боятся, ну, им страшно. Да, есть, которые... Они начинают прям резко сигналить, прям там, не знаю, убегая с дороги там. А есть вообще такие интеллигенты. Он видит нас, он притормаживает, он едет за нами, обходит аккуратненько, то есть никакой памяти никакого. В общем, как люди разные, так водители разные. Да, еще вот мы не затронули тему, когда вот встречный ветер, то есть мы вообще-то пешком шли. А, да. Потому что встречный ветер и еще фуры, даже если не встречный, а боковой, либо попутный и сильный, то есть у тебя просто под фуру, и от фуры еще ветер, тебя просто под нее вообще заносит. Да, и на этом тут вот тоже, ну, то есть здесь, конечно, выбор стоял такой, что только идти пешком. Потому что, ну, никому не хочется залететь под фуру, особенно, когда тебе негде ехать. Поэтому, ну, в этих случаях мы тоже спешивались, тоже шли пешком. Ну, и получалось, что даже по 15 километров приходилось просто идти, ну, чтобы тебе не засосало под эту фуру, да. Приходилось так. А были моменты, когда хотелось выкинуть велосипед в кусты и сказать, да пошло оно все? Безусловно. Особенно у меня. Не один раз. Не один раз. Первый вообще, да, первый мой срыв, я вообще не стесняюсь об этом говорить, потому что не всегда все на таком позитиве происходит. Понятно, что мы все люди, мы устаем. И первый мой срыв вообще случился через 500 километров. И я вот так под Пензой где-то. Я так села и думаю, куда я вообще еду, Владивосток какой-то. Я тут через 500 километров уже сдулась. Ну, тяжело. Ну, потому что мы застали вот этот вот сложный участок, у нас был снег, я очень сильно мерзлячка, я все перемерзла и думаю, да. И да, еще когда мы в Пензу въехали на велосипедах, то есть, и получилось так, что, ну, была такая пыль, жара, да, вот очень сильно устали. И когда мы в Пензу проехали, выезжаем, да, и такая вывеска, надпись, знак, до Челябинска тысячу. А, да. И все, и у ней дух сразу упал. Я думаю, так далеко только до Челябинска, еще тысячу. Ничего себе. Я думала, сейчас тут неделя я во Владивостоке. Да, да. Ну, конечно, да. И сели на остановки, в общем, и расстроились. Потом следующий мой такой эмоциональный был срыв, это Уральские горы, но это больше тут повлияло даже, хоть я и говорю, что там холодно, туманы были. Ну, нет, это укус клеща, конечно, он меня действительно очень, ну, как выбил из колеи, и вообще я начала бояться, и все остальное. Срыв происходит в такой совокупности всего. Усталость, там... Погода. Да погода, место найти не можно. Голод. Все, вот так, голод, да, там. Все. И вот еще укусили нас клещи, и вот это все. Вы ругаетесь между собой на трассе? Бывает. Конечно, мы же муж и жена. Мы и в жизни ругаемся, а на трассе тем более. А потом просто я понял, что просто нужно молчать. Я вижу, что она накаляется, что она накаляется, что может произойти сейчас в любой момент срыв. То есть так же я, у меня тоже бывают срывы. Вообще это очень интересная тема по поводу взаимоотношений, да. Я хочу сказать, что, например, когда мы ехали в Крыму, несмотря на то, что это солнце, такая погода, да, мы там очень часто ругались, мы вообще узнали друг друга совершенно в иных условиях. Не как мы жили обычно, ходили там на работу, на завод, в поликлинику, возвращались такие, ну, просто там родители наших детей, да. А тут совершенно все иначе. И да, мы ругались чаще. Я хочу сказать, что сейчас, уже пройдя вот несколько лет вот этих вот путешествий, мы уже как-то научились друг друга понимать вот в этом вот какой-то момент, вот этот вот ловить, когда так, стоп, надо, пусть человек выдохнет. Хорошо, когда там одна она накалилась, да, или один я. А когда вот оба, вот этот самый опасный момент, тут может произойти конфликт и так далее. Такой конфликт произошел на Урале, я бросила ему деньги, паспорт и сказала, я пошла обратно. Я поехала, я поехала домой, то есть с дальнобойщиками. Да, было так вот, да, все есть, так что... Ну, я спокойно собираю палатки, ну, думаю, давай езжем. Потом мы встретились с тобой, мы покушали и поехали дальше. Ой, мы даже не взвешивали, но вот, допустим, подходили люди, говорит, можно попробовать приподнять. Он вот так вот убрал, говорит, он весит, как мотоцикл. Ну, вообще, я хочу сказать, что у нас велосипеды тяжелые были. Тяжелые, потому что у нас снаряжение, ну, так скажем, бюджетное, да, и если у нас там взять, ну, тот же спальник, то он, ну, такой достаточно увесистый будет. Взять там еще, ну, какие-то вот вещи там. Ну, если все это в совокупности, то много, много. То есть они не облегченные были у нас, тяжелые. И велосипеды, рама алюминиевая тоже тяжелые, и поэтому как бы... Колеса на маршруте прокалывали, но приходилось заклеивать? Ну, у нас с собой были запасные камеры, у нас с собой был, ну, ремнобор, то есть заплатки, все мы ремонтировали в дороге, то есть, допустим, прокололи колесо, я его разбортировал, она ищет дырку в камере, туда новую вставляет, чтобы время отряда не теряет. Вставляю новую, забортировал, она уже дырку нашла, мы тут же заклеили и забрали, все и поехали. Один день это у вас получается 80 километров, да? Ну, да, это наша как бы норма такая вот, которую мы... На нас это комфортно, 80 проехать, да. Ну, мы проезжали по 115, вот самое большое расстояние мы проехали за день 115. Ну, бывало, и мало проезжали, 30 там, да, и еще меньше. Но для нас комфортно 80. Ну, да, это вот когда ты вроде бы уже подустал, но и не переусердствовал. Но опять же, это все зависит от рельефа, потому что рельеф местности иногда такой, что ты и 80 не можешь проехать, иногда получалось там по 50 километров. От встречного ветра тоже зависит вот это вот расстояние. Да, и, допустим, может 60 километров даться тяжелее, чем 100. То есть зависит от, опять же, рельефа и ветра встречного. И вот, допустим, бывает, что мы знаем, что сегодня нам по-любому нужно дотянуть вот до этой стоянки дальнобойщиков. То есть мы уже как бы из последних сил туда тянем, то есть уже. Потому что у нас там кончилась вода, у нас там нет еды, и такие тоже ситуации были, поэтому как бы... Были ли у вас встречи на маршруте с другими велопутешественниками или другого рода туристами? Были встречи с велопутешественниками. Но начнем с того, что так как мы уже несколько лет на этой деятельности, нас уже, в принципе, какие-то велосообщества знали. И когда мы сообщили о том, что мы едем, в общем, призвали всех, всех, кто нас знает, чтобы там как-то там, ну, помочь, там где-то встретить, там туда-сюда. Поэтому, да, первого путешественника, которого мы встретили, он ехал с Санкт-Петербург в Владивосток. Андрей, вот я не знаю, как его фамилия. Мы его прозвали Лежачий. Лежачий, потому что он ехал на Легерате, вот этот вот велосипед такой необычный. Вот, мы какое-то время, ну, какой-то там отрезок пути небольшой проехали вместе. Мы знаем, что он завершил свой маршрут в Владивостоке. Потом, значит, следом за нами еще ехал Андрей из Белоруссии. Мы его не встретили, но мы друг за другом следили. Он нас обогнал. Он нас обогнал, он очень такой прокачанный человек в этом смысле. Он по 250 в день проезжал, особенно по равнине. По равнине, да, ну, то есть он ехал быстрее нас. Мы тоже знаем, что он завершил свой маршрут там, где хотел. Потом мы еще встречали одного велопутешественника. Он ехал из Красноярска на Алтай. Ну, правда, у него был там такой самодельный электромоторчик, батарея которого весила 13 килограмм, что меня очень удивило. И он сказал, не снимайте этот моторчик. Не надо, не надо. Типа, не надо. Вот. И еще мы встретили двух сына с отцом. Они ехали из Кемерово на Байкал. То есть они тоже нас догнали. Мы с ними пообщались. Ну, вот парень из Белоруссии. Из иностранных у нас только был байкер. А, байкер, да, из Италии. Байкер был. Это мы его встретили в Омской области, где-то возле Ишима, да? Да. Да, да, вот. То есть мы друг друга не понимали, но мы поняли, что мы путешественники, и нам нужно поговорить. Ну, тем не менее. Мы снимали его, а он снимал нас. В общем, ну, что-то там изъяснились как-то. Друг друга все поняли. Китайцы не катаются на велосипеде? Мы ни разу не встречали. Они только ходят группками из автобусов, вылазят в Восточную Сибирь. Вот так вот, как тараканы расползаются по лугу, собирают клубнику, потом прям быстренько взжух обратно в этот автобус и едут дальше. Вот как-то так. Все очень быстро у них, оперативно, но на автобусах. После этого путешествия пришло какое-то понимание, исходя из опыта, какое снаряжение лишнее, какие ошибки были? Ну, безусловно, конечно же, пришло. Во-первых, облегчить снаряжение. Конечно, мы поняли, что оно не должно быть бюджетным. Это однозначно. Да, допустим, спальник у нас занимает очень много места. Да. Ну и вообще, какие-то куртки, пуховики, все это, обувь. Все, конечно же, бюджетный вариант можно ездить. Во-первых, это все легче. Но на такие расстояния это все очень сильно изнашивается. Кстати, мы, когда выехали, у нас не было. У нас ее не было. Мы в процессе поняли, что она нам нужна. Потом мы поняли, что она нам нужна обязательно, потому что может там проволочка вылезти или еще что-то. То есть вообще может лопнуть, да. И получается, а до ближайшего магазина покрышки можно купить только в больших городах. Там будет километров 300. То есть это схождение с маршрута. И мы потом просто подумали, в Челябинске подумали, что нам нужна запасная покрышка по-любому. Да, да, все. И вот мы с собой увезли. Нет, ничего такого не было. У нас были только тормозные колодки с собой. Ну вот эти вот, да, колодки. Нет, не было петухов. Нет. Пронесло, слава богу. Петухов не было. Вот приехали домой, вернулись, вещи свои бросили. А осознание от чего пришло? Сначала такой опустошенности. Я вообще никак не могла... Я с утра просыпаюсь. Во-первых, я просыпалась по ночам. И у меня каким-то мгновением было, где я и куда я еду. То есть пока ты там... Ну это, конечно, мгновением пролетает. Ты понимаешь, конечно, что ты дома. Но сначала вот было как-то странно, что никуда мне не нужно ехать. Было какое-то внутреннее опустошение, что все закончилось. Ну и начнем с того, что хоть мы и получили удовлетворение от Байкала, все равно тот маршрут, который мы запланировали, не прошли. Поэтому это, конечно же, тоже сказывалось на внутреннем эго. Но вообще нас спас Байкал. Да, он нас спас. По эмоциональному этому, да. Потому что мы поняли, да, мы достигли какой-то цели. Какая-то вот, да. Не просто какая-то, а офигенно. Там очень красиво. Да, да. Байкал нас вообще зарядил внутренне. То есть он поднял нам настроение, поднял дух. Потому что если бы мы просто закончили на Иркутске и вернулись домой, это было бы уже не так красочно, как у нас это получилось с Байкалом. Тем более не просто Байкал, а именно Ольхон. Да. Вот именно остров. И мы поняли, чтобы мы потом уже туда не заехали никогда бы. Если бы мы даже вернулись дальше. Нет, ну не с Ольхона, с Иркутска, конечно. Там немножечко неудобно... А ты хотела бы начать? Начинать? Нет, мы зайдем, перекусим и поедем. Заберем велосипеды. А вот эти паромы, которые возят, это с Ольхона до Листвянки или до Байкала? Нет, нет. У нас получается вот Байкал, Листвянка с этой стороны, а Ольхон с другой стороны. Паром это вот от материка до самого Ольхона. До Ольхона, да. То есть там небольшое расстояние. Ну и до Ольхона от Иркутска, там километров 20-80 по расстоянию. Нет, не через Култук. Култук с другой стороны, со стороны Слудянки. А это через Усть-Арду. Листвянка это, знаете, я бы сказала, самый быстрый способ попасть на Байкал пешему туристу. То есть там можно сесть на маршрутку, доехать, просто прогуляться, посмотреть. 53 километра от Иркутска. Слудянка выпадает из Байкала. Это очень красивое место. Кругобайкальская железная дорога. Да, да. Вот она уже идет по Култуку. То есть там через паром с Листвянкой переплываешь через паром. Вот как раз здесь, в Листвянке, можно через паром, да, и по железной дороге туда, в Култук. И вот там Култукский перевал есть, который мы не прошли еще. Но думаем, вот в дальнейшем осилим. Да, осилим. Все пугают этим Култукским перевалом, особенно дальнобойщики. Они его больше всего боятся, потому что там, да, очень такие перевалы конкретные. Сколько вы до этого ездили, чтобы в такое путешествие отправиться? Да, с 2019 года. Да, вы немножечко опоздали. Мы вот рассказывали, что 2019 год это Крым, 2020 год это Золотое кольцо России, 2021 это Черноморское побережье России. Ну, они так на работу ездили, по делам. То есть в итоге мы уже как бы накатали на 10 тысяч километров. То есть где-то мы накатали до вот этого путешествия. У нас сейчас получается общий пробег 16 тысяч километров на двоих. Ну, это совсем... Нет, не на двоих, на двоих 32. Нет, на 32, да. У нее и у меня. А вот по поводу пауз, были паузы или только ночью отдыхали? Нет, были паузы. Мы делали дневки в больших городах. Иногда мы делали дневку, например, ну, видя по погоде, вот, например, погода плохая, не предвещает там ничего хорошего, давай сделаем дневку. Либо чувствуем, вот у нас было такое, что ну прям все, ехать невозможно. У меня дергались, вот сокращались мышцы, вот это вот, и я понимала, что я ничего не могу сделать, ехать, и мы тоже оставались на дне. Да, либо бывает, что-нибудь заболит бок там, например, или еще что-то. То есть тоже надо, наверное, отдохнуть. Да. Пару дней полежим просто. То есть по ощущениям смотрели, да. Хватало, да, чтобы менее судороги прошли, пара дней отдыха? Ну, я бы не сказала, что все равно ты находишься в постоянном, ну, тонусе. Все равно ты постоянно, у тебя чего-нибудь болит, ну, просто, чтобы, главное, не перегнуть вот эту вот палку. Понятно, что мышцы они всегда будут давать о себе знать, но когда уже чувствуешь, что у тебя ее прям вот сводит, ну, значит, надо там пополнить и водный, и солевой баланс, и все. А я очень люблю пользоваться в пути миновазином. Я растираю миновазином, чтобы мышцу разогреть перед тем, как ехать. И сверху накладываю мазь 911 с ядом гюрзы. Поэтому я иногда ядовитая. Но она очень хорошо разогревает и суставы, и мышцы, и очень прям хорошо. Я правильно понимаю, что перед тем, как поехать, у вас не было никаких специальных тренировок? Вы просто крутили педали? Даже вот в этот путь мы вообще выехали по району, что-то так проехали, ну, так чисто посмотреть, как велосипеды себя ведут, потому что мы отдавали в веломастерскую велосипеды, нам там поменяли промахтулки поставили. Это вот единственное, что мы такое вот подготовились, вот велосипеды промахтулки сделали. Вот, и мы проехали, ну, буквально там, да мы даже 10 километров не проехали. И сразу отправили. У нас не было раскатки, поэтому вот начало пути, оно было достаточно сложно, потому что еще не раскатанное. И я все время говорила, что у меня обычно копчик проходит через 300 километров, но здесь почему-то до Пензы километров 500 он у меня никак не проходил. Я думала, ну, что ж такое. Заряд телефонов. Как происходил? Пауэрбанками заряжали? Пауэрбанки и солнечные батареи. Да, у нас две солнечные батареи. В солнечную погоду она прям хорошо заряжает пауэрбанк. По крайней мере, у нас GoPro с собой, у нас с собой телефоны, на все это хватало. Ну, плюс еще столовые, где-нибудь довоткнешься, там, если гостиница, то, соответственно, заряжаешься. А был когда-нибудь какой-нибудь коллапс? Вообще ни разу. Такого ни разу не было. Все равно батарея солнечная, она спасает, она все равно подстраховывает. Тем более, все равно мы как бы уже придерживали стоянок дальнобойщиков, там всегда можно было зарядиться. Да, да. Да, все это путешествие мы снимали. Да, вот наш YouTube-канал, кто хочет, можете с... Это... Ну, кулак вот. И на YouTube, и на YouTube. Нет, не одна симка, у меня была Теле2, потом мы... Йоту купили. Йоту купили где-то, не помню в каком городе. Мы поняли, что нужно вообще 4 сим-карты иметь на такое путешествие. Вот МТС, какие вообще есть в России сим-карты, их нужно иметь. Все, да. Потому что в разных регионах, например, мой оператор вообще не работал всю УФУ. Теле2. Теле2 УФУ, и еще там сколько-то он у меня долго не работал, поэтому вот... МТС работал там, Йота. Да, вот говорят, что дальше там уже за култуком вроде бы только МТС. Но тоже надо все... Будет только на YouTube? Нет, нет, конечно. Сейчас же, да, конечно, везде будет и на YouTube. Ну, то есть вот Велософ, забивайте Велософ, и мы есть во всех, в общем-то, соцсетях. Вконтакте у нас группа. Вконтакте, дзен, YouTube, YouTube. Мало этого, мы решили еще поработать, ну, так скажем, на одну публику. То есть мы все время же выкладываем большие серии такие, там, ну, 40 минут, иногда час, да. Но так как у нас сейчас век информационный очень быстрый, не все люди любят смотреть 40, там, минут и час. Ну, вы любите, да, кто-то зимними вечерами там любит и час, посмотрит, а еще нам пишут, а что так мало? Да, бывает и такое, конечно. А кто-то пишет, наоборот, затянуто. Затянто, поэтому вот для той публики, которая пишет, что затянут, у нас будут выходить рилсы. То есть мы будем брать серию, прям вертикально ее, и вот для тех, кто любит быстрое информационное пространство. Так что мы еще, да, еще одну аудиторию себе целевую хотим. Вот даже взаимоотношения наши в путешествии, да, то есть как вести себя, то есть, ну, проходит, ну, над собой проходит глубокая работа, самопознание. А вообще, вы знаете, я хочу сказать, очень многие вот спрашивают, как у тебя так сил хватило? Ну, я же не силач, и у меня на самом деле, ну, так вот, я себя не считаю сильной, да, и Андрей тоже. Но тут физически, я имею в виду физически, да, мы не особо-то и сильны. Тут, наверное, все-таки вот нужно вот эту вот волю, духа, да. Мы, когда приехали в Иркутск, мы пошли просто прогуливаться там по Иркутску и застали соревнования каких-то невероятных вообще качков. Это вот такие вот груды и прям мясо почему-то бежали. Я не знаю, кто заставил качков бегать. Они не рассчитаны на это, потому что они же больше вот, ну, на силу вот на эту, а их заставили бегать. И вот эти вот груды мяса бегали, крича, я не буду здесь это изображать, просто из последних сил еще была очень сильная жара. И вот эти вот, Андрей бегал за ними, с камеры снимал, восхищался ими больше, чем я. Ну, да, потому что там вообще таких даже вот по телевизору только не увидишь. И такой, ой, ничего себе, какие вот они накачаны. Я говорю, Андрей, ты тут такой стоишь скромненько, худенький такой, да? Я говорю, в принципе, они не знают, что ты сюда пять с половиной тысяч километров приехал на велосипеде. И я уверена, что, ну, может быть, не все, но не каждый из них сможет. Да, да. Поэтому тут все-таки не сила физическая, а как-то... Выносливость, терпение. Внутренняя, да, терпение какое-то, наверное. Да. Конечно, его не всегда хватает. Иногда хочется прям все вообще. А что придавало силу в моменты, когда было совсем тяжело? Поддержка... Поддержка людей. Да. Да. Нам очень много писали. Очень. Это мотивирует. Поддерживали, ну, донатили нас. Да, да. Это мотивирует, очень мотивирует. Особенно, когда думаешь, все, завтра я точно никуда не поеду. Заходишь, а тебе там Юля! И Юля сразу вроде распразднула, ладно, я еще сильна. Да, да, либо там погода плохая, дождь идет, промок весь, то есть, и тут тебе прилетает донат 2000. То есть, и ты думаешь, о, сейчас гостиницу снимем. Давай тортику купим и гостиницу снимем. Да. Да, это мотивирует, конечно. Ну, вообще бы, если бы не было поддержки, мы, может быть, не проехали. Да, поэтому я восхищаюсь теми людьми, которые ездят в одиночку, ничего не снимают и как-то по-тихому, и никому ничего не говорят. Я считаю, это нужно рассказывать миру. Ну, у всех, конечно, разный менталитет, я понимаю, что не каждый будет. Но ведь очень многих, вот, кстати, практически всех путешественников, которых мы встретили, они очень скромно не ведут свои какие-то прям большие блоги. Очень только на свою какую-то там внутреннюю публику снимают. Друзей, коллег. Да. Вот вы много городов проехали и видели. В каком из городов лучше всего с велосипедом? Наверное, Красноярск достаточно, ну, так, хорошо подготовлен под велосипедом. Кстати, Красноярск это единственный город, в который мы въехали на велосипеде. Нет, подожди, и в Челябинск нам въезжали тоже. А, да, и в Челябинск. В Челябинск, да. Да, и в Челябинск. Но, нау, в Челябинск тоже там много велодорог попадалось. Да, даже когда мы гуляли пешком, много велодорог попадалось там. Но, в принципе, все равно нас почему-то везде вот обжимают вот наши инфраструктуры. Я не знаю, вот как-то... Ну, хотя вот, например, вот мы сколько ругали Рязань, вот наша деревня там вообще никогда ничего не построит. А за последние два года нам что-то столько велодорог понаделали, что прям... И все к нашему дому ведутся. Прямо такое ощущение, что для нас прям, да, я говорю, прям поразительно, что-то какое-то удивительное. Прямо из одного района провели, из другого района, и все к нам сводятся. Да, ну, допустим, исторический центр города, там что ни делать, там не получится сделать. Да, и, кстати, еще во всех, практически все вот эти вот крупные города, они стоят на больших реках. И, как правило, у каждого города есть своя красивая набережная. И, как правило, эти набережные, они вот сейчас по инфраструктуре делаются, ну, современные, с лофт вот этим дизайном красивым. И, как правило, с велодорожкой. Но, к сожалению, у нас нет вот этой вот еще пока что культуры, да, потому что мамочки с колясками всех раздражающие, а мы раздражаем этих мамочек. То есть вот этот момент, он еще... Ну, я вообще это не считаю велодорожкой на набережной, потому что это просто как бы прокатиться на велосипеде. Велодорожка – это когда инфраструктура связывает тебя с дом, с работой, например. Да, какой-то маршрут, чтобы ты мог на работу ездить на велосипеде, а не на машине. Вот у нас сейчас так делают в Рязани, приезжайте к нам в Рязани. Да, в Рязани, кстати, в Рязани сейчас вообще вот велодорожки... Прям очень-очень-очень, да. ...в инфраструктуру засовывает город. Это очень приятно. А вот большие расстояния между городами. Как вы обходились с продуктами? В основном мы воду покупали, либо набирали в столовых. Но перед этим спрашивали, у вас питьевая вода, либо такая, как она там, техническая, да. В основном покупали. Очень, кстати, много на денег уходило на воду. А мы еще покупали минеральную воду, чтобы как-то пополняться вот салями. Но она там, ну вы знаете, сколько на заправках стоит там бутылка. А когда жара, этой нужно бутылке ни одну на человека. Мы везли очень много воды, да, допустим. Какая-то вода у нас была для кипячения, какая-то для питья. Ну да, какая-то для питья, обязательно минеральная вода, особенно когда была жара. Пили очень много. Ну а вот эти расстояния, я хочу сказать, да, конечно, магазинов очень мало попадается на этих расстояниях. Но там спасали вот эти вот стоянки дальнобойщиков. Там бывают и магазины, либо если нет магазина, ты всегда можешь купить что-то в столовой. Ну так вот ни разу не было такого, чтобы мы остались голодными. Меня всегда все спрашивают, насколько я похудела в этом пути. Я всем отвечаю, что поправилась на 7 килограмм. Да, и еще очень важный момент, мы стали кушать очень много. Вообще просто кушать себя. Потому что лапша здесь, лапша, доширак там какой-то заварить, это вообще не поможет. Потому что нужно покушать, чтобы у тебя были силы. А вот режим питания какой у вас был? Мы сначала готовили на горелке завтрак, но потом мы все-таки нашли плюс вот этих вот столовых, где можно было там большую тарелку каши купить за 80 рублей. И вот эта вот каша, там и яйцо, ну то есть в 100 рублей тебе обходился этот завтрак. Это гораздо проще, чем там что-то вот делать, ну варить самому. Получается, ты тратишься на газ, да, на газ, ты покупаешь продукты, тратишь время, чтобы их купить и приготовить это все. То есть выгоднее получилось покушать в столовой. Поэтому мы как бы, а дальнобойщики, да, они, ну работа ихняя, и там много очень в столовых. Или даже, предположим, суп, сварить суп. Это же тоже время, вот я вот очень люблю супы. А тут тарелку супа можно, ну за 150 рублей купить, да. Ну, смотрите, 300 рублей на двоих. 300 рублей это банка тушенки, это только банка тушенки. То есть иногда даже выгоднее, да, в столовых питаниях. У нас всегда был такой запас неприкосновенный на случай. Как правило, это была там банка тушенки, банка фасоли. То есть мы уже вообще пришли к тому, чтобы ничего не готовить, только разогревать. А фасоль ее вывалил, тушенку вывалил, все это перемешал, и вот оно уже готово. И даже если у тебя нету газа, ну по каким-то причинам, там он закончился, то это можно и холодным съесть, не готовя. Да, выезжали с одним планом действий, а закончили с другим. В процессе это все изменилось, и мы выбрали выгодную для нас сторону. Выезжали, как думали, все, только в магазинах покупаем, в пятерочках. Закупаемся, затарим, только готовим, так будет экономней. Пятерочки только в городах. Да, да. А потом вообще там расстояния огромные. Но, кстати говоря, все пугали, что вот в Восточную Сибирь сейчас приедь, вот Иркутская область, там вообще ничего не будет. А как раз-таки наоборот, друзья. Потому что там железная дорога проходит с трассой. И на железной дороге, вот эти вот станции, которые находятся на железной дороге, они все вокруг них не в населенные пункты. И получается, ну... Трасса проходит очень рядом. Да, трасса проходит рядом, и там всегда есть магазины, и там всегда можно закупиться. Вот. А вот когда увольнялись с работы, не было психологически страшно? Вот вы работали, и тут бах, нет работы. Было. Да. Да. Мы сели друг против друга в этот вечер, что мы безработные куда-то едем. Это было страшно. Ну, это было страшно, но вот этот... Я вообще вам могу сказать, что, например, в первый день нашего выезда за окном было как-то пасмурно, не очень так, ну, как-то так, зябко. И я просто посмотрела в окно, и мне стало так страшно, что я разрыдалась. Он мне говорит, может, не поедем? Ну, не то, что я не могу сказать, что у меня прям была истерика. Нет, ну, мне было безумно страшно. Ну, вот этот вот прям вот один только вот этот шаг в неизвестность. Это как сегодняшняя лекция. Вы думаете, мне не было страшно? Я же не спикер, я же не вещаю. Я первый раз так со школьной... А, нет, с защитой диплома, наверное, последний раз только вещала. Вот. Тоже страшно. Но начинаешь говорить, и сразу втягиваешься в процесс, потому что есть о чем сказать. Так же и тут. Как к вашему решению отнеслись дети, когда первый раз узнали? Да, по поводу детей-то вообще. У нас дети старшие, он нас во всем поддерживает. И когда он узнал, что... Он вообще... Ну, когда вы уже поедете? Он знал нашу мечту, и он нас поддерживает. Он студент третьего курса медицинского института. Вот. Он нас очень поддерживает. Младшая у нас 10 лет дочке. Она, конечно, вообще... Куда вы собрались? Я ей на карте показываю. Она это далеко. Она даже вообще не понимает, куда мы там собрались. И ей было самое страшное, что она будет все лето с бабушкой. Хотя она, в принципе, и так каждое лето проводит с бабушкой. Ну, просто мы туда приезжаем. Ну, вот как-то... Сын поддержал. Дочь не поняла. Я ей сказала, что мы на следующий год обязательно съездим на море. Она сказала, ну, только не на этих ваших велосипедах. Да, еще такой момент, когда вот случился, ну, такой небольшой, да, приступ истерики в Ишиме, в Ишиме, в Ишиме, то есть, когда она уже все, говорит, я дальше не еду и возвращаюсь. Я сыну пишу, Влад, все, я больше не могу. Я говорю, давай хоть доедем до Омска, хоть в Омске закончим этот маршрут. А то Ишим даже про него никто не знает, что это Ишиме. Мы про него вообще раньше не знали, что существует такой Ишим, да. Давай хотя бы в Омске, тут недалеко осталось. В общем, ну, как бы, все, согласились, едем до Омска и как бы все, да, возвращаемся. И Влад пишет, ну, вы что? И мне Влад пишет, мама, вы слишком далеко зашли, чтобы сходить с маршрута. И я все, ладно, еду дальше. Человек, который каждый день катается на велосипеде, если он хочет повторить такое же примерно плюс-минус путешествие, ему надо как-то готовиться, чтобы такой вес вести? Ну, я думаю, что да. Ну, хотя бы разочек это все поднавесить на себя и проходить. Съездить там где-нибудь, переночевать там, ну, просто туда-обратно сказать. Ну, так, в принципе, привыкаешь быстро. Но потом тоже, допустим, когда мы приехали в Рокут, сняли сумки все, сели на велосипеды без сумок, вообще непривычно, он не слушается. Да. Говорят, вот на своих ошибках учишься. Были у вас какие-то моменты или то, что вы бы сейчас после путешествия изменили или не взяли с собой? Никогда не переусердствовать. Когда кажется, вот иногда бывают моменты, что вот проехал, например, 80 километров, грубо говоря, да. И вот хорошее место, нужно встать. Вроде по времени уже не нужно двигаться дальше. Но иногда бывает какое-то такое заряженное состояние, а давай еще махнем там километров 20. И вот эти километров 20 могут быть ошибкой. То есть не нужно на износ. Нужно чуть-чуть вот... Меру знать. Меру. Знать меру. Да, потому что мы с ним вообще не знаем меры ни в чем. Вот нам вот нужно вот прям вот пока не упал, вот лицом в эту палатку уже еле ее собираешь, вот мы вот так вот ездим. Это вот прям наш... Но в этот раз мы уже исправлялись. Да. Старались как-то, по крайней мере. А в Крыму по ЮБК пешком? И пешком. Ну, конечно, там бывало и пешком, и... Ну, по-разному бывало. Там же бывают 12-процентные вот эти вот подъемы. И даже, по-моему, где-то 17-процентные. Вообще, да, крутые подъемы смысла даже нет заезжать. Во-первых, ты устанешь сильнее, выдохнешься. На всем протяжении пути были ли какие-то природоохранные зоны, на которые нужно разрешение? Альхон. Альхон. То есть мы туда зашли, зарегистрировались. Что-то там оплатили, по-моему, если не ошибаюсь, 600 рублей с человека. Вот. Сделали скриншоты экрана, если не будет интернета, а лесничество нас там застанет где-то, чтобы показать, что у нас оплачено. Ну, и все. Но нас никто нигде не останавливал, никто не спрашивал эти QR-коды. Никто ничего не... Ну, мы просто подстраховались, потому что у нас уже был случай. Да, сейчас минутку про случай. Дело в том, что перед тем, как мы приехали, с нами связывались какие-то велотуристы, которые вот в этом году там были. Да, и их штрафанули. И они сказали, а мы не доехали еще до лесничества. Но только потом увидели вот эти таблички, что где-то там на сайте можно оплатить. И дабы избежать этих неприятностей, мы сразу заходили на сайт и оплачивали. Но знаете там, что неудобно? Там нужно указывать все стоянки, на которых ты планируешь палатку ставить. А мы как бы ведь не знаем же остров, где мы там сегодня встанем и куда мы приедем. Поэтому мы указали весь ночлег на одном месте, в общем. Ну, потом я думаю, ну, если нас остановят, скажем, ну, мы сегодня туда вернемся, переночуем. Да, там просто еще такие таблички везде висят. Аккуратнее не раздавите вот такой-то цветочек. Он там какой-то редкий-прередкий. Да. Вот так вот там хочешь. И вот у нас просто был случай на Черном море. Мы въехали в заповедник. В 21-м году, да. Да. Мы так ехали мы с малого Утриша в большой Утриш. Это как раз вот заповедник, да, Утриш... Как он называется правильно? Вы там, Утришевский, да, заповедник. Да. Вот. Ну и там мы остановились. Нам сразу предъявите документы, предъявите то. У нас прям так... Ну, нам сделали просто выговоры. Ну, мы достали GoPro и начали снимать. И почему-то нас так вот, ну, как-то вот соскочили. Я не знаю почему. Ну, ладно, мы вам делаем предупреждение. В общем, мы легко отделались. А обувь запасная была у вас? Обувь, да. У нас был... У меня были, так скажем, летние кроссовки, зимние кроссовки. И тапочки. И шлё... И сандали. Сандали. Ну, у меня так же. Были ли моменты, когда приходилось ехать в тёмное время? Да, несколько раз было. Нет, вот так вот, чтобы вот специально ехать в ночь, нет. Но были случаи, да. Под Пензой. Под Пензой. Мы не дотягивали до гостиницы. И что-то негде было встать, и почему-то нам надо было в эту гостиницу дотянуть. Потому что мы проехали... У нас как бы был весь маршрут разбит на участки. Там, допустим, Рязань-Пенза первый участок, Пенза-Уфа, Асамара. И вот так вот на участки такие мы разбили весь маршрут. И нам надо было куда-то дотянуть, и мы въехали в ночь. Да, и каждый проеденный участок мы старались вести стрим. То есть вот этот участок, который был, это было перед Пензой, мы решили доехать до гостиницы и провести там стрим. Да, и вот мы в ночь ехали, но это ужасно. Я не знаю, как едут ночи. Во-первых, у меня в очках это всё отражается, вот эти вот блики, ничего не видишь, ничего. Ну это прям, да, некомфортно. А у нас очень часто дальнобойщики спрашивали, а вы что, ночью тоже едете? Я говорю, ну да, мы и днём, и ночью как вы едем, вообще не спим, просто крутим. Да, и вообще лучше вставать рано. Вот прям рано, потому что, если вот бывали случаи, там мы выезжали в 12 часов. И всё весь день на смарку. То есть ты то расстояние не проедешь запланированного, и то есть и весь день на смарку. Велосипеды у вас горные, не шоссейные? Нет, у нас не шоссейные, у нас обычные, достаточно бюджетные горные велосипеды. Ну, конечно, не ашангбайк, но всё равно. Нам просто было сказано, что здесь в рамках нельзя рекламировать посторонние эти организации, поэтому у нас не самые плохие велосипеды, но бюджетные. Ну, допустим, если взять наши колеса, у нас 27 с половиной. То есть, как бы ехали путешественники, да. Я видел, ну, смотрел на ютубе, там, многих путешественников, да. У них там постоянно летят спицы, 29-й. У нас ни одна спица не лопнула. Но 29-й постоянно, прямо у всех летят спицы, да. И вот даже парень ехал перед нами, он сошёл с маршрута именно из-за того, что у него полетели все спицы. Ну да, что-то там какая-то была проблема. Он тоже ехал за нами, он за нами ехал. Да, он хотел нас догнать. В каких приложениях или приложениях треки рисовали? Нет, нет. Ну, во-первых, в чём проблема? Допустим, в Stral опять же нужен VPN. Это опять же расход батареи. То есть у нас были более важные задачи, это вот именно съёмка всего этого путешествия. Поэтому мы для этого больше экономили батареи. Мне не важно, даже был так, телефон, не важно было, чтобы у меня все батареи, камеры были заряжены. И поэтому, как бы, вот на этом мы сделали больший акцент. Ой, а как же мы не сказали про путешественников, вот задавали вопрос, кого мы встречали. Мы ещё встретили Виталия Вебера. А, да, да, да. Виталий Вебер, как же я про него не сказала, это велосипедист из Каннска, который ехал из Владивостока. Он уехал на поезде, по-моему, во Владивосток, и из Владивостока возвращался в Каннск. У него там тоже получилось около 5000 километров где-то его общий маршрут, или 4,5, я не помню. И он нам в Иркутской области, так как он завершал уже маршрут, он нам оставил такую закладку большую с едой. Мы там лазили под этой вывеской Иркутской области, искали эту закладку, там было много еды. И она настолько была в тему, потому что та столовая, которая нам была на картах показана, она почему-то оказалась закрытой, вообще отсутствующей. И мы сели прямо на ступеньках этой столовой, и вот это вот нам очень... Да, ещё он нас курировал, допустим, постоянно писал, потому что по которому маршруту мы ехали, он уже его проезжал. И он знает, где можно поставить палатку, где есть красивое озеро. Да, либо он нам, ну, предположим, говорил, вот этот маршрут, вот там 100 километров отсюда досюда, вам лучше преодолеть в один день, потому что там полностью тайга, и лучше там дотянуть. И мы как-то вот прислушивались, и он нам очень помогал. Да, потому что вот именно там он медведя встретил, и там реально вот, ну, расстояние километров, наверное, 70-80. А, там прям такая глухая тайга, и там, ну, палатку даже поставить негде. Это между Кемерово и Красным Яром, вот, по-моему, эти 100 километров между Кемерово и Красным Яром, там такая прям местность. Ну, и вот мы эту местность за один день преодолели, как он нам и посоветовал, и не жалеем вообще ни о чём. Ну, вам никто не встречался, да? Нет, мы, кстати, видели следы медведя, у нас такая ситуация получилась в Тулуне. Да, вообще такая обидная ситуация. Давай, расскажи. Да, в общем, я смотрю и вижу отчётливый след медведя. Вокруг никого. Два следа, получается, вот видно, что задние лапы, вот и передние. Я говорю, Андрей, доставай этот фотоаппарат, давай снимем, что покажем людям, что мы видели вот этот вот. Он достаёт, пока там возились, в общем, только настроились, и тут такое велосипедное колесо, такое врух. И прямо на след. Я поднимаю голову, велосипедист такой, о, здравствуйте. Прямо по этим следам. Я не знаю, откуда, говорю, ты взялся. Тайга вокруг одни мы, и ты тут. А он, оказывается, из Тулуна сам приехал на электричке в Нижнеудинск, там сто с чем-то километров. Ну да, и решил просто притягивать. И решил проехать, ну, до дома. То есть тоже как бы покатушки такие устраивает. И, в общем, мы сфотографировали только задний след, только сфотографировали его и выложили в группу, показали. Да. Какую-то защиту от диких животных использовали? Да. Да, у нас была защита от диких животных. Нам подарила её моя мама. Это был такой ультра, нет, ну как это, горн, горн от диких животных, в частности от медведя. Это такая штучка, вот баллончик, на неё одевается такая дудка. И когда на неё нажимаешь, она издаёт звук, как вот паровоза. Или как, ну не знаю, парохода, так вот, ту-у-у, на всё это. Но мы потом решили пугнуть собак и поняли, что она что-то не действует вообще. Мы поняли, что если собаки не испугались, то медведь-то может еще вообще не испугаться. Я вообще ее там пока достала, она у меня вот так вот прыгает. Пока я нажала, я сама этого звука испугалась вообще и боялась на него нажать вообще. А, ну еще у нас электрошокер с собой. Электрошокер очень хорошо отпугивает собак. Вот именно вот этот звук электричества. Они боятся. Но дело в том, что, во-первых, электрошокер боится дождя. То есть он, если намок, то все. И даже если дождя нет, а просто вот утренняя роса, он у тебя там остался и отсырел, то он тоже не будет трещать. Поэтому, ну так, такси. Говорят, фальшфаер хорошая вещь. Вот, фальшфаер, кстати, да. Сейчас расскажу историю про фальшфаер. Когда Виталий Вебер передал нам вот эти вот все подарки, которые мы искали, мы его еще так на трассе встретили. И он говорит, у меня для вас есть эстафетная палочка, которую мне, говорит, один байкер во Владивостоке передал, потому что она ему не пригодилась. Мне, говорит, она тоже не пригодилась, я передаю и вам. Достает нам фальшфаер, в общем. Мы едем с ним. Я у себя на странице выкладываю пост о том, что если подписчики угадают, что за эстафетную палочку нам передали, ну, тот получит вот приз. Вот как раз-таки Татьяна угадала, что это, да, да, фальшфаер. Вот. Ну и в конце концов мы с ним доехали, он нам не пригодился. Мы с ним доехали до Ольхона. Около Ольхона мы встретили... Еще одного путешественника, про которого не рассказали. Да, кстати, вот, все всплывает. Он ехал по маршруту Байкал-Монголия-Китай. В общем, и мы пару дней вот с ним проехали до Ольхона, и там на Ольхоне, так как мы уже понимали, что мы сворачиваем свое путешествие, передали ему эту эстафетную палочку. Он с Чуваши, да? С Чуваши. С Чуваксары. С Чуваксары. Да, да. Вот, и да, и он дальше повез там панк китайских пугать, наверное, фальшфайрум. Вот я не знаю, надо у него узнать. Он, кстати, недавно вернулся домой, вот недавно закончил. Да, вот прям. Счастливый такой. Да, счастливый. Передается всем. Но на самом деле было даже какое-то, не знаю, чувство, вот с ней мы разговаривали, охота увидеть недвижимость. Ну да, где-то внутри. Вот охота, чтобы он вышел издалеки, посмотреть на него, и было такое ощущение. Но мы сразу поставили условие, только издалека. Вот лося встречали мы на Урале, да? Лосиха переходила с двумя маленькими лосятами дорогу. Они так быстро перед нами выскочили. Я тоже не успела ничего достать, снять. Я даже вообще подумать не могла, что лось такого огромного размера. Они там вот такие вот. Там лосенок-то с меня, наверное, ростом, а лосиха там вообще очень огромный. Причем там такой большой поток фур, движение очень интенсивное. И главное, стихли машины, и они в этот момент перебежали. Как будто они ждали. И все, мы просто их так увидели. Ни камеры, ничего не успели достать, конечно же. Да, еще много очень сбитых животных там. И лосей сбитых видели, и кос, и лисы. А вообще мы однажды, когда как раз в Крыму, вот первое наше путешествие, 19-й год, мы прем в какую-то там одну из гор, и тут выходят кабаны, хрюкают прям такие. Я тогда поняла, что я в горы очень быстро поднимаюсь. Вообще с велосипедом прям. Этот мне сзади кричит, подожди, давай мы их снимем. Я говорю, ну что тебе тут National Geographic снимать? Говорю, быстрее, давай отсюда. А еще вот этот парень рассказывал, Вейбер, когда он увидел медведя на том участке, где мы ехали, да, где он сказал нам проехать его за день желательно. И он говорит, получается, он спустился вниз. Здесь подъем, и тут подъем. И вот в этой низине он его встретил. Да, и он говорит, туда-то не сюда. Это он говорит, я не знаю, куда от него, то есть, и в гору не убежать, и из горы не спуститься. Увидели друг друга и разошлись, да? Нет, он просто, говорит, он молодой был, он просто перебежал. Да, он говорит, даже, говорит, меня, может быть, и не увидел. Да, вот этот парень, который ехал из Питера до Владивостока, да, он увидел медведя уже там, за Байкале, да, и он, говорит, он как бы выскочил, тоже молодой. И он, говорит, вот этот отбойник врезался, сам испугался, то есть, всего и убежал. В общем, вот так. Но все-таки пришли к выводу, что лучшая, наверное, защита от медведя – это этот фаер. Я так думаю. Потому что он все-таки горит, шумит, дымит, а животное, как правило, огня боится. Ну, вообще, вы знаете, я хочу сказать, нас на протяжении всего пути пугали, что вот, как вы там будете ехать по Сибири, там, медведи там прям толпами ходят. И в итоге мы узнаем, что на границе Тульской и Калужской области медведь задрал человека. Тульской и Калужской, ну, это практически вот Рязань, то есть, откуда он там взялся, вообще непонятно. Так что я говорю, если уж судьба, то он тебя и в цирке найдет. Да, даже вот ехали в Пензенскую область, там такая вывеская висела возле леса. Здесь вводится 10 медведей. Да, да. То есть они их там прям посчитали. Да. Да, и написали прямо вот, написано 10. 10 особей, да. Так что будьте осторожны. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok